Здравствуйте! И что интересно, цветок ответил ему взаимностью. Ветер его ласкал, нежно, трепетно, защищал его ото всех. И чем больше ветер давал любви цветку, тем еще больше отвечал цветок взаимностью. А в чем раз взаимность? В благоухании, в аромате, в нежности. Но вдруг в какой-то момент ветру показалось этого мало. И он подумал, ну что такое любовь? А ну-ка, осыплю цветок свой страстью. И стал ветер вдруг со всей мощью, страстностью напал на цветок. И цветок не выдержал такой огромной страстной любви и сломался. В ужасе закричал ветер, что я натворил. Но ты, ты, цветок, я подарил тебе такую страсть. А ты, ты поломался? Значит, ты никогда меня не любил. Но цветок ему не ответил. Он умер. Вот так и любовь. Она не терпит ни страсти, ни мощи. Любовь тихая, нежная и трепетная, которую нужно всегда беречь. Весьма знаменательна и глубока, как мне кажется, притча о ветре, полюбившем цветок. О ветре, который не издержал своего напора. А цветок сломался и умер. Так что ветер остался ни с чем. О чем эта притча? Мне кажется, что она говорит о человеческой душе, силы которой не в напоре, не в порыве, не в том, чтобы двигать горами, а в том, чтобы, подобно свече, распространять мирно и мерно на приветливость, терпение, мягкость и любовь, не перегибая палку во взаимных отношениях. Все, что не в меру, то от лукавого говорили в древности святые отцы. «Поспешишь, насмешишь людей, нагрешишь». Когда речь идет о дружбе и о любви, то ничего нельзя брать кавалерийским наскоком, шашку на голо. Но важно проявлять те деликатность, уступчивость, сострадательность и милость, которые говорят о том, что вы понимаете и чувствуете душу ближнего. Вы не пересекаете определенные демаркационные черты, которые называются «свобода воли». Вы не вторгаетесь во внутреннее пространство человеческого сердца. Но истинная любовь, чужда, сокрушающая все на своем пути порывов, истинная любовь не будет тревновать и требовать отчета. Истинная любовь всегда сообразуется со свободным произволением человека, которое она, любовь, угадывает, предупреждает и служит ближнему с чувством, с толком, с расстановкой. Но ни в коем случае не с напором, ни с навязчивостью, ни с ожиданием взаимной благодарности. На поверку таких людей, умеющих любить и преданно, и нежно, бескорыстно, радующихся, внутреннему преуспеянию человека, чуждых зависти и соперничества, совсем немного. Но слава Богу, что мы услышали об этой любви из мудрой притчи, и нам есть над чем работать. Субтитры подогнал «Симон»